Кевин, у тебя так виляет хвостик, что такое впечатление, что это твой, а это сладуня, над тобой прикалывается. Мам, не надо такое оставлять в видео. Так, а что вы тут делаете, вчетвером на диване? Зеваем, непонятно что ли? Да, зеваемся вместе, да, Беля? Миша, а ты что, нашел какой-то крутой сервис по заработку? Нет, мы тут изучаем вопросы подписчиков нашему каналу. Какие еще вопросы? Которые не задают нам в комментариях и ВКонтакте. Ого, ты что, хочешь снять в видео вопрос-ответ? Да, мы давно не отвечали на вопросы подписчиков и сегодня поотвечаем на них. Сладуня, а какой у нас самый главный вопрос на сегодня? Самый главный вопрос, это где мой братик Чернолыж? Все спрашивают, а куда папа ушел? Не знаю, ушел пошел, наверное. Понятно, в общем, вы должны сегодня будете рассказать с бабой, куда ушел... Ой, да, куда чернолыж делся. Ну хорошо, мы расскажем. Ну что, ребята, вы готовьтесь, а я пойду открывать комментарии и будете отвечать. Он хочет есть! Какая прелесть! Ты очень много кушаешь, Ладуля. Нет, простите, я очень хочу. Я тоже вообще-то есть хочу. Так, ребята, ну что же, я открыла последнее видео, и вот фактически третий вопрос, а где Чернолыж? Даже второй. Поэтому, я думаю, Миш, мы сначала дадим Чернолыжу возможность самому все рассказать. Правильно? Ведь он записал для нас видео. Конечно. А потом ответим на следующие вопросы. Договорились? Договорились. Хей, ребята, I'm absolutely nice. О, я, кажется, забыл, что вы не знаете английский совсем. Привет, ребята! Я очень рад снова вас увидеть. Вот даже немножечко вас причмокнул. Поцеловал твои. Я живу сейчас с Басей, у Мишины мамы. И мне здесь очень хорошо. Наверное, вы скажете, как же так, Чернолыж? Ты покинул сладунчика, там, и все дела. Но на самом деле, мне здесь намного лучше. Потому что здесь меня очень сильно любит Мишина мама. Я здесь все время нахожусь с Басей. И, кстати, с Басей мы очень хорошие друзья. Он очень сильно меня любит. По вечерам мы с ним вместе бегаем и играем. Ребята, просто Мишиной маме было очень грустно после того, как умер всеми любимый котик Кузенька. И она хотела взять еще одного котика для того, чтобы не так грустно было Басе. Потому что Басе стал мало кушать. Очень сильно похудел. Очень, очень, очень сильно грустил из-за того, что он остался один. Он же все понимал. И Мишина мама думала, чтобы взять еще какого-то котика. А я очень захотел после Англии поехать к ней. Сначала Лера с Мишей, они меня сюда привезли. Для того, чтобы понять, подружимся мы с Басей или нет. Мы делили территорию, наверное, всего лишь один или два часа. А после этого мы стали вообще лучшими друзьями. Лера с Мишей часто приезжают сюда ко мне. Мы с ними вместе что-нибудь кушаем. Они привозят какие-то угощеницы. А Мишина мама меня по вечерам гладит, целует, обнимает. И еще я и спать не даю. Потому что бегаю, как сумасшедший с бочком. В общем, мне тут очень хорошо. Я читал комментарии на ютубе, где вы все время спрашивали, как дела у тебя на рыжую. Вы что, его продали и отдали? Нет, ребята, конечно же нет. Просто вы понимаете, что когда огромная семья и пять животных, внимание нужно уделить всем. А Лера с Мишей очень хотели, чтобы мне тоже доставалось много внимания. И вот теперь я вообще весь во внимании. А еще здесь есть приятные бонусы. Миска вообще все время стоит полная. А еще здесь мне разрешают ходить по всем комнатам. И здесь никто со мной не дерется. Если со сладуном мы не могли найти общий язык, то с Басей мы просто вот так вот играем. И никаких проблем нету. Я очень люблю и Леру, и Мишу, и Басю очень сильно люблю. И мне здесь очень нравится. И я бы совсем не хотел возвращаться. Видите, мы можем лежать в ванне целыми днями, на кроватке. А когда домой приходит Миша на мама, мы являемся с ней вместе. Мы ее очень сильно любим оба. Даже не знаю, кто из нас больше. Но самое наше любимое место, это вот этот вот балкон. Мы здесь сидим, здесь у нас стоят всякие сеточки. Окна всегда закрыты, чтобы никто из нас ни в коем случае не выпал. Это все-таки высокий очень для нас этаж. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы мы ни в коем случае не выпали. Вот, мы здесь всякие цветочки нюхаем. Разговариваем о смысле жизни. Но только это кошачьи секреты, вы никому не рассказываете, хорошо? Вот. А, еще нам иногда сюда на балкон приносят вкусняшки. И вот такой вот штучкой. Очень люблю тесаться. Лето решил надо мной поприкалываться. Не понимаю, что в этом с ним шнуло. Но эта штука на самом деле очень мягкая. Она выглядит как жесткая щетка с грубой щетиной. На самом деле нет, она очень мягкая. Ребят, а если бы вы хотели видео какое-то со мной, ну, может быть, чтобы я на вопросы на ваши поотвечал, или с Басиком что-то мы придумали, то вы напишите в комментариях обязательно. Я никуда не пропал. Я с вами. Ваш Чернорыжев уж никогда не просит. Вы это знаете, пожалуйста. Мы все всегда рядом. И никто бы меня и не продал. Они бы никогда в жизни так не поступили. Целуем вас с Басей. Ребята, ну теперь я надеюсь, что вы поняли, куда делся Чернорыжик, и не будете больше задавать таких вопросов. И поймете, почему он там. Да, и конечно же, ребята, он все еще будет сниматься в наших видео. Пишите, какое видео вы бы хотели видеть о Чернорыже, братике Сладуна. Да, и кушать. Опять кушать? Да еле уже кушать. Только еда. Только еда. А мы пока что поотвечаем на другие вопросы. Да, Белечка? Да, мама. Так, давайте полистаем, полистаем. Смотрите, а где Чернорыж, где Чернорыж, сейчас спрашивают? Я тоже буду сейчас смотреть. Так, так, так. Так, Кева, тебе надо сесть на диету. Ну, хорошо, что Кева это не слышит сейчас. Вообще-то я все слышу, я кушаю. А, извините. Так, ребята, ну, самые частые вопросы, как всегда, какой породы наши животные? Биль. Я мальтийский баллончик. Так, да, Билли Мальтезик. Кто взаимку, крутое видео, точнее, Чепатрой, так, так, так. Где вопросы? Ребята, вы почти что не задаете вопросы в комментариях. А, спрашивают, на какую камеру мы снимаем? Будем рассказывать или нет? Ну, конечно, на какую камеру мы снимаем. Мы снимаем на Panasonic, Full HD, у нас нет никакого 4K. HC V770. По-моему, V еще приставка. В общем, с Wi-Fi. Да, в общем, с Wi-Fi. Так, смотрим дальше. Цвет настроения синий, да, ребята? У нас даже был клип на эту песню, клип Кота, но почему-то никто не заценил. Там так мало просмотров. Я так хочу увидеть черно-рыжие, все пишут. Папа, ты мне уши зажал, отпусти. Ага, Вилька, а так, слышишь что-нибудь? Ничего не слышу. А так? Ничего не слышу. А так? Слышу. А так? Слышу. Так, слышу? Так, хватит прикалываться. Кева, тут тебе много комплиментов пишут, Кева! Я видел, у меня в комментариях пишут комплименты, а комплименты я люблю, поэтому я вернулся. Папа, там спрашивают, какие дни мы будем снимать видео. Так, Кем спрашивает, это Алина Айнуддинова. Так, мы снимаем в понедельник, в среду и в воскресенье. Ну, еще пятницу, стараемся. Ну, иногда пятница, да. Ну, иногда у нас бывают сдвиги. Да, не снимаем, а уже выпускаем в эти дни, да? Да, выпускаем. Так, ребята, а я вот на нашем канале сейчас ищу видео, где вы, скорее всего, задавали какие-то вопросы, в котором, наверное, много просмотров надо смотреть, по 10-10 лайков. У Леры такие большие губы! Я даже не знаю, это комплимент или нет. А вот Вика, Курева, спрашивает, что было с кошечкой, которая умерла. А, ну, мы про это уже рассказывали, кошечка у нас подавилась препаратом. Да, Кевин? Ее не смогли откачать. Поэтому наутро для них стало, к сожалению. Да, Кевин, это твоя доченька была. Так. А, тут вопрос спрашивают, почему мы редко показываем видео Алиэлу? Ну, Кевин, ты что, еще не рассказывал, что ли? Нет. Что она у нас стесняшка, оказывается? Она у нас стесняется сниматься в видео, поэтому она не всегда в кадре. Ага, стесняшка. Ее просто невозможно заснять, потому что она все время прыгает и бегает. В общем, она не хочет сниматься. Не актриса она, не то, что мы с Кевой. Ребята, Надя Курсуновская спрашивает, есть ли у нас серебряная кнопка. Да, вот наша серебряная кнопка. Она у нас висит вот тут, над вторым диваном. И мы очень довольны, что она у нас есть. Я не знаю, вам видно нормально или не видно, но там все отражается, поэтому очень сложно ее нормально показать. Просто дело в том, что когда мы получили, мы решили это так громко не афишировать. Да, мы типа стеснительны очень. Вот такие стеснительны. Да, очень стеснительны. Зачем понтоваться, да? Папа, что ты обманываешь? Ну если обманываю. Ой, а смотрите, кто к нам пришел сегодня в кадр. Ой, это что? Реша. Вот сейчас вы сами посмотрите, почему Орела не может сниматься. Вот, все. У Миши новая футболочка. Да, куда она скоро уже будет старая? Вот так вот. Вот Орела не очень хочет сниматься. Нужна зацепка. Да, мы насильно животных заставлять не можем. Вы сами понимаете, мы очень хорошие. Так что, Ореша, не снимайся. Да, вон Ореша пошла что-то ищет. Папа. Чего, Белюсь? Папа. Чего, чего? Ты можешь рассказать ребятам про ваш с мамой канал? Ну вы же тоже хотели что-то снимать, а не снимаете. Ну да, мы хотели там запустить очень крутой сериал. Расскажи про него, Белюсь. Рассказывай сам. Ребята, вот у нас есть канал Лепота ТВ, да? Это канал про зверюшек. Про наших вот этих вот. Самых любимых, самых классных, самых крутых и добрых на свете зверюшек. Вот. Также у нас есть канал Лепота Фэмили. Это влоговый канал. У нас есть еще один канал. Мы оставим его в описании, помимо школы Сладуна. Мы хотим с Мишей снимать туда небольшие, может быть, войны про нашу жизнь. Потому что у нас происходит тоже много чего интересного. Мы бы хотели с вами этим делиться. Если вам понравится эта идея, то напишите в комментариях. И если будет много таких комментариев, то мы обязательно это сделаем. Да? Ну ладно, будем прощаться. На самый главный вопрос мы ответили про чернорыжа. Да, ребята, теперь вы знаете, что случилось с чернорыжем, где он находится и что все хорошо. Ребята, мы ждем от вас новых подписок, новых лайков, новых комментариев. Ну вот сердечко и есть как бы твоя половинка. Ну да. Все. Пап, целую их уже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok